Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала! В комментариях часто спрашивают о том, как правильно выбрать секатор. В данном случае речь пойдет именно про секаторы. Я подумал, на пальцах рассказывать все это как-то, наверное, будет не совсем правильно. Самый лучший вариант – обратиться к специалисту. Сегодня я в гостях у Сергея Романовича Коженевского. Это директор фирмы «Водоспад», магазин садового инструмента. И я думаю, он нам сейчас покажет и расскажет о разновидностях секаторов, для каких задач они используются. Сергей, итак, какие бывают секаторы, как людям попав в магазин, ориентироваться, что им для этого нужно знать? Понятно. Добрый день. Спасибо, что заглянули в наш магазин. Но я могу сказать, что секаторы можно разделить на две категории. То есть хорошие секаторы и плохие секаторы. Хорошие секаторы – это те, которыми удобно работать и которые не выйдет из строя в какой-то длительный промежуток времени. Да. Плохой секатор, который плохо режет и который обычно ломается в первый же сезон или же тупится настолько, что уже не режет, а кромса и древесит. Ну и соответственно, из этих двух категорий их изменяется цена. То есть мы понимаем, что хороший секатор не может быть дешевый, но и плохой секатор тоже не может быть дорогим. Почему такая классификация существует? Потому что они производятся совершенно из разных материалов. Для того, чтобы резать древесину, необходимо два важнейших свойства. Первое свойство – это чтобы металл, из которого сделан режущая кромка, был твердый. И второе свойство – чтобы кроме того, что он твердый, он был острый. Очень важна именно острота лезвия, потому что определенная конфигурация кромки режущего инструмента имеет самое важное значение для разрезания древесины. Ну, разрезать древесины мы можем двумя способами. Первый способ – это гильотинного типа. Ну, к примеру, гильотинный тип разрезания древесины. У нас есть опора, площадочка, и у нас есть лезвие. Это лезвие, как гильотина, кладется на подложечку, и острое тонкое лезвие разрезает древесину. То есть здесь острое только одно? Здесь острое только одно. И мягенькая, мягкая площадка. Обычно площадка выполняется из мягкого материала. Одни выполняют ее из силумина, алюминиевых сплавов. А здесь у этой фирмы используется цинк. Вот. Какая особенность этих секаторов? Эти секаторы являются универсальными и режут любую практически древесину. Но лучше всего такие секаторы с наковальнией режут сухую древесину. Почему? Потому что когда лезвие кладется на вот эту подложечку, то как бы мы ни делали, то есть все равно через какое-то время будет небольшая каналочка, и для живой древесины могут оставляться небольшие волокна луба. Ну то есть она может захватить. Хотя основную будет разрезать. То есть для того, чтобы чисто разрезать древесину, необходимо иметь, например, секаторы. Ну вот такого типа, это классический берем секатор, так называемый обводной. То есть сюда заходит наша веточка, и мы как бы ее обхватываем этими двумя режущими поверхностями, и вот мы ее таким образом разрезаем по типу ножниц. Причем это ножницы не прямолинейные, они криволинейные. И чем вот эта криволинейность выше, тем разрезание древесины лучше. Почему? Потому что возникает так называемый скручивающий или удерживающий момент. Когда мы нажимаем на это лезвие, оно как бы захватывает древесину и как бы прокручивает. То есть возникает специальное усилие, которое и удерживает, и тоже когда мы проворачиваем, то есть нам легко разрезать древесину. Ну это как бы, наверное, основные подходы. Потом следующий подход. Из какого материала сделаны режущие поверхности? Если, например, все поверхности будут очень твердые и очень, ну как бы, качественные, то такой секатор в целом будет стоить очень дорого. Потому что сталь, самое дорогое здесь это сталь. Вот. Ну, например, существуют такие простые секаторы, которые выпускаются до сих пор. Вот пример полностью стального секатора. Это фирма Фалчи. Он выглядит как, ну как бы, мощно. Вот. Он очень надежный. Сломать его вообще не удастся. У него симметричный болт. Но такой секатор режет как бы плоховато и используется для простых задач. Сломать его не предоставляется возможно. Потому что все это сталь, закаленные, все закаленные. Вот. Все части закаленные, потом отшлифованные, вставлен болт. Ну и сломать невозможно. Минус. Холодные рукоятки. Ну и, конечно, устает рука. И вот мы попробуем. Но он режет, он плохо. Вот. Второй подход. Был такого плана. Нужно придумать каким-то образом сделать рукоятки из другого материала более дешевого. Вот. Но в то же время, который бы стоил не очень дорого. И вот известная фирма Фелка пошла по такому пути. То есть, используются только два металлические режущие лезвия, высококачественные. Опорная пластинка, которая приклепана к одной из губки. Вот. Видим, вот здесь находится клепка. Вот. В этом случае, что мы минимизируем затраты на качественный металл, а ручки делаем из алюминиевого сплава. Но особенность этой фирмы в том, что она придумала трехкомпонентный сплав алюминиевый, который не только куется. То есть, это алюминий еще ковался. Но он еще и закаляется. То есть, здесь используются ручки из закаленного алюминия. Это технология Фелка. Вот. При этом получается, что этот секатор тоже стоит дорого. Потому что алюминиевые ручки должны отлежаться около трех месяцев. Для того, чтобы изменилась кристаллическая решетка настолько, что они станут такими прочными, то сломать, как бы мы их не хотели, мы их сломать не можем. Поэтому эта фирма дает пожизненную гарантию на свои рукоятки. Но здесь есть тоже какой определенный еще минус. Что рукоятки здесь тоже холодные. То есть, несмотря на них нанесена специальная вот эта краска, ну, во-первых, она стирается, во-вторых, все равно с ними холодно работать зимой. Значит, ну, как бы, следующий подход. Подход, по которому пошли японские фирмы. Значит, особенность этих конструкций заключается в том, что используются два вида металла. Один металл, который более дешевый, из него вот сделаны рукоятки, которые приклепаны. Вот. На них одеты специальные кембрики, которые более теплые. Вот. Используется неупадающая пружинка, вот эта. Но основные лезвия, то есть, как бы, режущая головка, сделаны из высококачественного металла. Они толстые, очень качественная эта головка. То есть, эта головка рассчитывается и создается таким образом, что каждая, ну, каждая штучка в этой, она притерта к предыдущей. Конструкция вот неизменна. Вот у нас вот есть вот такой большой секатор. Вот. Есть просто меньше, конструкция одинаковая. То же самое. Здесь меньше режущая головочка, вот используют. Здесь больше, маленькая, здесь больше. Потому что там все рассчитано под руки. То есть, не выпускается всего три вида секатора. Это, говоря, это для мужчины, это для женщины. Да. Это для мужчины со средней рукой, для женщины с большой рукой. Это для женщины с маленькой ручкой или для ребенка, для того, чтобы... Для начинающих. Да. Работать. Вот. И для... Здоровяка какого-нибудь. Вот используется вот такой. То есть, большая головка и большие ручки. Все. Значит, недостатки этих секаторов, что они традиционная конструкция. И вот мы слышим, что эти секаторы при работе щелкают. И вот когда мы спросили у производителя этих секаторов, вот, почему же они при работе вот щелкают, то производитель нам сказал следующее, что Япония это страна, где все стоит дорого и очень дорого рабочая сила. Поэтому, когда нанимают для работы или когда ведется обрезка, то когда в саду слышит хозяин, как щелкают секаторы, он понимает, что идет обрезка. И еще один какой-то очень интересный момент, что все секаторы, когда были придуманы, они были придуманы с таким подходом, что одно нажатие, один срез. То есть, те вот сейчас бывают так называемые с накачкой секаторы, когда много надо раз нажать, чтобы один срезать. Это неправильно. То есть, садовод, когда срезают ветку, он должен почувствовать момент среза этой ветки, он должен почувствовать, как его усилие преобразовалось в момент отрезания ветви. Ну и, собственно говоря, если мы вернемся к секатору с наковальней, то они были изобретены в начале 20 века. Вот. Их изобрели как универсальные, сначала как универсальные ножницы. А потом увидели, что они прекрасно режут древесину. Ну и немножечко они были переделаны для разрезания древесины. Особенность их заключается в том, что в этих секаторах применяется технология резания мягкого хлеба. В чем она заключается? Что хитрость ее заключается в том, что вот мы сейчас видим, что у нас разная длина опорной поверхности и в данном случае режущей поверхности. И чем длиннее, и чем больше эта разница, тем легче они будут резать. А теперь мы собираем его вместе, и мы видим, что происходит, что эти лезвия соединяются в одной точке. Что это означает? Что во время этого было наше сжатие, осуществлялось как бы движение. То есть если мы, вот например, когда режем хлеб, нажимаем на него, мы не можем его разрезать. Но нам нужно обязательно движение. И чем это движение больше, длиннее, тем больше степень разрезания. Эти секаторы режут легче всего в мире. То есть никто, ни один из секаторов, которые мы не взяли обводной, не может так же эффективно и легко резать, как секаторы, вот такой вот правильно выполнен, такой вот конструкции. Это мы сегодня еще покажем. Да. Но некоторые фирмы, которые занимаются, профессионально занимаются секаторами, пошли дальше. Они объединили две этих технологии. То есть они сделали секатор, вот такой вот, да, вот этот вот обводной секатор. У них был вот такой секатор. Был Энвил или гильотинного типа. Они взяли, скомбинировали их вот так вот и получили патент на вот такой вот хитрый секатор. Это вот секатор, который объединил достоинства обоих секаторов. Недостатки убрал и получился вот секатор Лёва. Вот такой вот конструкции, это Лёва 8, который предназначен для универсальных работ. Он так же хорошо режет древесину и живую, и сухую, и так же легко он режет, как вот этот вот секатор первой серии. Вот. Это запатентованная технология. Вот. У нее есть только один недостаток. Вот если посмотреть, то мы видим, что сюда кладется не посредине, как там, а чуть с краю. То есть при срезании мы видим, как гадавочка, у нас может оставаться небольшой, может оставаться небольшой пенек. Вот это единственный недостаток. Какие еще достойности? Что здесь использованы большие, толстые, теплые из современного материала рукоятки, а сами вот режущие поверхности выполнены из прочной стали которая, ну, как бы вмонтирована в эти рукояточки. Поэтому получаются у нас теплые рукоятки с твердостью, вот, с твердой стальной дугой, можно так сказать, дугой, которые сломать тоже невозможно. То есть на эти кадры тоже пожизненная гарантия на рукоятки. Потому что эту сталь сломать точно так же, как вот этот толстый алюминий, не удается. Значит, в результате новых технологий достижений мы получили комбинированную технологию сталь плюс нейлон армированный стекловолокном вместо технологии алюминия, покрытого вот такой пленкой. Ну, а уже удобство работы ну, каждый получает для себя. А что вот это за регулировочные ленты? Г Sterling Продолжение следует...